Фронтовая свинья на связи. И сегодня я попытаюсь рассказать о технике Black & White, для чего она нужна и как ее делать. Техника Black & White, она же черная и белая, это один из способов придания визуального объема вашей модели, создания псевдотеней и градиента базового цвета. На первый взгляд это сочетание пришейдинга и цветовой модуляции, но как по мне результат получается куда более плавный. Основная суть заключается в следующем. Вы покрываете модель черным грунтом или черной краской поверх любого грунта, а затем белым цветом делаете модуляцию по общим правилам, то бишь высветление участка брони посредством градиента и детального контрастирования. После этого модель покрывается тонким слоем основного базового цвета. Этот базовый цвет срабатывает как фильтр, положенный на контрастную черно-белую подложку. И тут появляется первый плюс. Здесь сложно переборщить с контрастом, так как финальный результат можно выровнять, меняя интенсивность нанесения базового цвета. Казалось бы, почему не задуть модель в черный, а потом просто вносить базовый цвет, оставляя черный в труднодоступных местах? Раньше я так и делал, но базовый цвет, нанесенный на черную подложку, после дальнейших этапов с маслом, лаком и прочим везерингом сильно темнеет. Поэтому я стал делать высветление белым до нанесения базового слоя и эффект не заставил себя ждать. Примеры вы можете видеть сейчас на ваших экранах. Ну а сегодняшним подопытным будет один из самых известных танков Второй мировой войны, Панцер-6, он же Тигр. Был использован набор от звезды, к нему добавлены лишь травленные замочки на инструменты от Абер, сетки на МТО, а также воспроизвел сварные швы, фактуру на лобовой броне и доработал подручными материалами некоторые моменты по деталировке. Сам набор был бы неплох, если бы не некоторые неточности по матчасти и в некоторых местах просто катастрофически утяжены. Да-да, серая шпатлевка на бортах здесь не просто так. Но перейдем непосредственно к теме видео. Перед грунтом я прохожу всю модель из аэрографа чистым спиртом, чтобы обезжирить поверхность. Редактор субтитров А.Семкин В качестве грунтовки я использовал черно-акриловый грунт от Валеха. Вы можете использовать любой, который вам по душе. Модель полностью покрывается черным. Все трудодоступные места, все закупки. Модель полностью покрывается черным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыка Музыка Откручивается черным. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Поддувать детали модели следует под разными углами, чтобы ничего не пропустить и избежать непрокрасов. Итак, мы получили абсолютно черного тигра и можем переходить к следующему этапу, посветлением белым. Для высветления я использовал белый валеховский грунт, но подойдет любая белая краска. Различные карточки разных размеров – это необходимый инструмент на данном этапе. Надуваю белый градиент сверху вниз, тем самым имитируя распределение света. Для защиты остальной модели использую карточку. Тем же образом визуально наделяю бортовые экраны. Субтитры создавал DimaTorzok Аналогичная процедура по другому борту. При помощи карточки можно добавить контрасты на стыках отдельных секций экранов. Не стоит бояться небольших поддувов, в дальнейшем они сгладятся. Субтитры создавал DimaTorzok Перебираемся на лобовую часть. При нанесении белого цвета сверху вниз, краска естественным образом попадает на выпирающие элементы. Но можно усилить этот эффект, уделив им отдельное внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы хотите добиться более резких границ высветлений, то в паре с карточкой можно использовать третью руку, которая будет держать еще одну карту. Ну или на худой конец тамиевский скотч тоже сгодится. Рейер корпуса В изначальной технике черного и белого используется также и детальное контрастирование, то есть выделение отдельно мелких деталей тем же белым акрилом, но уже кистью. Я не фанат этого метода, поэтому обхожусь местным выделением люков, панелей и прочего тем же аэрографом. Под башней танка собирается естественная тень, поэтому, чтобы усилить этот эффект, стараемся не наносить туда белую краску. На крыше башни тигра много переходов и плоскостей. Их также следует выделить с помощью разделения карточкой. Это добавит модели визуального объема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катки высветляются от центра к краю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой результат получился. Важный момент заключается в том, чтобы поймать золотую середину лично для вас. Нанесете много белого – нивелируйте эффект с черными тенями. Нанесете слишком мало белого – модель может получиться чересчур контрастной. В любом случае, главное, чтобы результат нравился вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для базового цвета я использовал смесь тамиевских XF59 и XF57 в пропорции 50 на 50. Затем разбавил это разбавителем 30 на 70, где 70 – это разбавитель. При нанесении базового цвета соблюдаем ту же методику, что и ранее. Сверху больше, снизу меньше. Благодаря тому, что краска была весьма сильно разбавлена, ее слой не перекрывает черную подложку, а работает сродни фильтру. Таким образом мы получаем более плавный градиент базового цвета, чем если бы делали простую модуляцию. Если вы слишком увлеклись и перекрыли подложку, так что гражданство слабо различим, всегда можно местно восстановить контраст с помощью выставленного базового оттенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Важно не оставлять чистых белых участков и подкрашивать там, где это необходимо. Важно не оставлять чистых белых участков и подкрашивать там, где это необходимо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это связано с тем, что каждый последующий оттенок накладывается сверху В черно-белой технике плавный градиент получается всего лишь одним оттенком базового цвета Но благодаря подложке на модель он распределяется светлыми и темными оттенками Так как я планирую, что это видео будет лишь первым из циклов о покраске данного тигра Мне предстоит последний этап работы с базовыми цветами Это предварительная роспись инструмента, траков и прочих элементов Субтитры сделал DimaTorzok Для всех металлических объектов на данном этапе использую черный цвет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для деревянных элементов я взял акрил от ОМО В данном случае это Lightwood номер 038 Субтитры сделал DimaTorzok Далее Во время всех операций с базовым цветом на танке, черный антракт перестал быть черным, исправляя это жидко разбавленным черным отделом. Субтитры сделал DimaTorzok Tamiya XF85 Rubber Black для бандажей на катках, так как я планирую существенный визеринг на ходовой, бандажи крашу кистью, в одном случае это проще сделать аэрографом через трафарет. Субтитры сделал DimaTorzok Собственно, что мы имеем? Танк полностью окрашен в базовые цвета, по технологии черное и белое. Инструменты, ходовая часть и прочие элементы также несут на себе основные цвета и ждут дальнейшей тренировки. Но это уже тема для следующего видео. В нем я рассматриваю основные способы работы с масляными красками. Ну а сегодня все. Спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok